Вечер добрый. Как всегда, надеюсь, вы с этим уже давным-давно смирились. По будням с 8 до 10 программа «Живые», куда приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живы беседуем, песни о нем свои играют и радуют вас эти два часа как минимум. Ну, надеюсь на то, что сегодняшний коллектив особо в представлениях не нуждается, хотя есть один маленький нюанс. Но об этом мы, естественно, поговорим чуточку позже. Кто догадался поставить музыкантов так далеко от эфирных микрофонов, я пока не знаю. Поговорим об этом позже. Если у них, естественно, если у них будет дикое желание поговорить со мной, они вынуждены будут передвигаться по студии, иначе не услышим мы их вовсе. У нас есть традиция, добрая давнишняя традиция. Сначала песня, в некотором смысле музыкальная заявка для тех, кто, ну, может быть, не в курсе того, что играют эти люди. А потом мы уже и представимся, и поговорим. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok День с внезапными приступами дождя, Ночь в таинственных перемещениях дождя, День с внезапными приступами дождя, Ночь в таинственных перемещениях дождя, Сегодня я соглашаюсь с непостоянством солнца на небе. Я заключаю мирный договор с кирпичом, смотрящим с крыши. Я принимаю и отпускаю все мои проигрыши. Я изменяю себе, я изменяю себе. Субтитры создавал DimaTorzok А я все ждал еще четвертую турку. Будет она или нет, здесь сегодня замечательный коллектив, С которым вы безусловно знакомы хорошо, Хоть название вам пока, я полагаю, ни о чем не скажет. Потому что коллектив по названию совсем свеженький, совсем молоденький. Недавно они стали называться именно так. Раньше мы их знали под названием «Чужие сны». И в ротации достаточное количество песен от этого коллектива. И любят ваши песни, и знаю, что на них обращают внимание, Периодически упоминают. А сегодня этот коллектив называется еще оригинальнее, чем раньше. «Сны моря». Вот так вот теперь называется этот коллектив. Музыка у них не стала хуже нисколько. Более того, музыка в любом случае, Этих ребят она всегда вызывала у меня особое отношение вообще к музыке и к ним лично. А теперь с таким-то названием, я полагаю, Все стало еще куда более глубоко. «Сны моря». Все. Сказал главное. А теперь надо... Ну как главное, от себя. А теперь надо, наверное, напомнить о том, Как, собственно, зовутся эти замечательные люди. Анна Лимаева. Вокал клавиши. Привет. Молодец. Знает. В общем, люди опытные уже. К микрофонам вовремя подсели. Молодцы. Бас Александр Довыденко. Привет. Ну, лучше ближе к микрофону. А у барабанчика есть, собственно, микрофон совершенно верно. Вот его можно к себе вытянуть и пообщаться с нами. Николай Маслов. Да, привет. Если вдруг возникнет желание поговорить, То можно просто дать мне знать, я включу микрофон. Вот это вот всего-то трое, на самом деле. Но есть еще один человек, мечущийся по студии. Чего ты мечешься? Иди к микрофону, подойди, пожалуйста. Иди сюда. Александр Когтев – это администратор этого коллектива замечательного, Очень любящий их и вообще любящий хорошую музыку. Привет тебе. Добрый вечер. Вот. И мы очень уважаем этого человека, просто потому, что преданность делу здесь, ну, совершенно очевидная. И даже когда мы говорим о том, что он предан коллективу и предан этой музыке, Он не меняется в лице, ну, просто потому, что мы говорим чистую правду. Никакой реакции. Молодец. Ну, в общем, правильно, выдержанный человек. Правда ведь? Выдержанный человек. Это чистая правда. Давайте-ка я напомню, как с нами связываться. Это важно, потому что наверняка какие-то эмоции вы ими будете делиться, И вопросы какие-то у вас могут возникнуть, само собой. Сначала смс-портал 4647. 4647 – это короткий номер. Сначала пишите свои, делаете пробельчик, а дальше уже ваше сообщение. Вот, например, первое же сообщение, которое я увидел в 20.01, Ну, как только вы начали играть, Анне Александру Большой, Северный, привет. Ух ты. Ну, подписи ничего, ну, я не знаю, кто это написал. Северный, это из Петербурга? Северный, 921 префикс, ну да, это, скорее всего, Питер. Ну, наверное. А в Карелии какой один? Тоже такой же, как в Питере, такие же префиксы, да? Ну, 921. Не знаю. Нет? Ну, Северный, значит, Северный. Наверное. Возможно, Питерский. Северный, привет. Да, это все касается смс-портала. Далее можно с нами связываться и писать что-либо в группе ВКонтакте. Это официальное сообщество своего радио. Там все просто. Анонс давно уже выложен, с фотографий. В телеанонса, в тексте есть название коллектива, группа «Сны моря». Я тоже что-то должен привыкнуть, потому что это не «Сны моря», а «Сны моря». Вот, выделен он синим, значит, активная ссылка, кликая на которую, вы моментально оказываете у них в сообществе. Давайте пополнять это сообщество, потому как люди, находящиеся в группе, ну, я имею в виду в официальном сообществе ВКонтакте, они получают всю информацию о группе, о музыке, о песнях, новых клипах, о синглах, о концертах. В первую очередь, это всегда важно. Чаты. Один из чатов на сайте своего радио, своярадио.фм. Там все просто подписано. Чат. В общем, заблудиться невозможно. Пишите, если что. Еще один чат есть в картинке. Ну, говоря о картинке, я имею в виду планету. Сайт Планета.ру, где, собственно, транслируется все, что в этой студии происходит. Для того, чтобы туда попасть, нужно опять-таки войти на сайт своего радио, своярадио.фм. Там сверху есть плеер под рекламным баннером, длинненький такой в нем слева, онлайн-аудио. Это чтобы слушать, просто слушать эфир. А справа онлайн-видео, это чтобы смотреть. Там синий кружочек тоже, в общем, потеряться невозможно. Кликаете, и вот она вам картинка. И там же, кстати, есть чат. Еще один чат, в котором точно так же можно отписываться. Мы стараемся выискивать ваше сообщение отовсюду. И самое интересное, и публиковать в эфире. Все, кажется, сказал по поводу коннектора. А теперь давайте-ка, давайте-ка группе. Сразу объясняйтесь, пожалуйста, зачем поменяли и почему поменяли название? Дело в том, что в ротации вы идете как чужие сны. Что мне делать дальше я теперь не понимаю, потому что вы теперь сны моря. Мне придется теперь все старые песни тоже переименовывать как группа сны моря, чтобы не путаться, чтобы никого не вводить в заблуждение. Рассказывайте, что произошло, почему поменяли название? Давно уже были мысли поменять название. Потому что вот лично у меня и у наших уже участников группы давних старое название «Чужие сны» очень плотно ассоциировалось с нашей старой фолковой программой. И там было все совершенно по-другому. Были другие люди, были другие песни, другое звучание. И хотелось чего-то нового, такого легкого, совершенно другого. Хотелось перемен. Ну, я не могу сказать, прости, что перебиваю, не могу сказать, что те песни, которые в ротации на своем, это фолковые песни. Они не совсем фолковые. Я не могу назвать это чистым фолком. Ну, чего ты говоришь, фолковые? Ну, у вас в ротации есть и песни с альбома «Ясень», и есть песни с нового сингла, которые мы сейчас сегодня тоже будем исполнять, которые впоследствии тоже вошли в наш новый альбом. Но для нас это новая программа. Да, поэтому мы решили сменить название. Кроме того, чужие сны, вот слово «чужие» в названии группы, как-то оно нас, честно говоря, стало смущать. Чего так? Ну, потому что как-то вот отвращает, мне кажется, от нас людей. Нет? Не знаю, меня это никак не отвращало. Меня это даже как-то и радовало. Потому что зачем о своих снах? Надо о чужих. Свои сны транслировать – лишнее дело, правильно? Да, ну, вот решили поменять. Что вы можете сказать по этому поводу еще? Ну, объяснилось, да. Плюс еще группа одноименная появилась в Петербурге. Они не меняют название, нам пришлось менять. То есть они не пошли на вам навстречу. Ну что, значит, вы гораздо более гибкие люди, гораздо более гибко смотрите на жизнь, на музыку, раз просто так вот взяли и поменяли себе название. Но мы будем стараться теперь подчеркивать этот момент. Группы «Чужие сны» теперь не существует. Ну, я имею в виду того названия, с которым знакома аудитория радиостанции. Теперь тот же самый коллектив называется «Сны Маря», но программа у них другая. Да. Теперь музыкальная программа другая, мы с ней сегодня знакомимся, как я понимаю. Как называлась первая композиция? День-ночь. День-ночь. А следующая? А следующая – полетная. Ну, давайте теперь и полетную. Кстати, я спрашиваю о том, что знает народ на самом деле. День-ночь, полетная – это, в общем, вещи из ротации. Правда, под другим названием. Теперь у этих песен есть новое значение. Теперь это песни группы «Сны Маря». Пишется через дефис. Так, чтобы люди понимали, что это название через дефис должно быть написано. Ну что, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Самолеты режут небо пополам Облака гуляют вольно тут и там Беспокойные скитальцы корабли Далеко ходят от родной земли Так, и я отправляюсь в дальние края, Так, и я отправляюсь в дальние края. Мусульмане покидают родину, Чтоб навеки поселиться в северном плену. Вот и птички вылетают из гнезда И обратно не вернутся никогда. Так, и я отправляюсь в дальние края, Так, и я отправляюсь в дальние края. Не чтобы вернуться другой, Но чтобы остаться с собой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас очень важное и радостное событие. У нас вышел наш новый долгожданный альбом «Горячей». Мы к нему шли очень долго. Показывали в картинке, как это выглядит. Нам помогали, помогало много людей. Мы собирали деньги на этот альбом. Я знаю, что слушатели своего радио тоже нам откликнулись и помогли. Так что спасибо большое всем замечательным людям, которые с нами к этому пришли и нам помогали. Вот это праздник-праздник. То есть сегодня, ну так уж, по большому счету, презентация новой программы и новой группы. Давай так. Мы сегодня презентуем новый коллектив, новый альбом, новую программу, вообще новое лицо на российской сцене, имея в виду сцену хорошей, живой, настоящей музыки. Замечательно «Сны моря горячей» так называется этот альбом. Когда мы говорим о том, что народ помогал, это планетовские дела? Планетовские. То есть через планету собирали денежку. Ну, а это был первый опыт, нет? Это был первый, да. И как? Ну, собирали. Понятно. Энную сумму денег. Ну, хватило? Ну. Или все-таки пришлось докладывать? Конечно, докладывать. Понятно. Ну, обычно всегда, ну, как бы сказать, часто я замечаю, что музыканты мельчат немножко, собираясь. И понимая прекрасно, что эта сумма, ее не хватит. В любом случае, ну, это под спори. Конечно. Так и так, так и так вам помогли. Это здорово. Мы вообще очень любим эту схему работы, потому что те, кто говорят, что это попрошенчество, люди вообще мало чего понимают. Да, когда человек вкладывает, например, деньги в нулевой цикл строительства дома, ну, когда дом строится, и люди скидываются на то, чтобы построить этот дом. Никто не говорит, а что, эта строительная компания побирается, понимаешь? Да нет, это нормальное совершенно дело. Люди оплачивают альбом заранее, загодя. Ну, пока еще его нет, но на стадии, скажем так, записи этого альбома очень хорошая схема. Мне она лично дико-дико нравится. Спасибо всем, кто помогал. Вот я теперь от себя уже говорю. Спасибо, потому что оно того стоило. Пока что мы услышали только две песни, и те песни, которые знает аудитория. Дальше, я так понимаю, ты пошла по программе вот как есть. Будет еще одна песня, которую знает аудитория? Я не знаю, давайте спросим. Будет еще одна песня? Как мы будем? Что мы будем играть? А почему ты спрашиваешь? Ты лидер коллектива или где? Я лидер. Ну, сегодня я хочу спросить. Смотрит на Коктюр. Ну, чего, вы строили программу каким образом? Давайте мы сыграем песню «Рыбка». Так, вот это уже песня, как я понимаю... Совсем новая. Совсем, совсем свежачок. Это как раз то самое, что есть новое. Ну, мы сейчас хорошо договорились, мы это будем играть, конечно, но пока немножко поговорим. Вы приехали презентовать альбом где? Здесь и в клубе. Завтра будет у нас концерт в клубе «Точка сборки». Так что всех приглашаем, друзья. Во сколько? Давай, давай. Пожалуйста, в 8 часов вечера. «Точка сборки». В 8 часов... Клеща вместе я все тащу. В 8 часов вечера. «Точка сборки». Презентация новой программы. Новой совершенно программы коллектива «Сны и моря». Это бывшая группа «Чужесная». А, кстати, что касается названия, тут народ, между прочим, стал как-то возражать тебе. Да вы что? Да, на предмет. Я, честно, не понял. А что ты со мной опять на вытром? Мы же как-то договаривались уже. Ну, сколько можно-то? Ну, я, конечно, понимаю, что я стал хуже выглядеть за какое-то время, сколько мы не виделись, но не настолько же. Народ стал писать вот что. Нет, ну, хорошее же название «Чужесное». Оно какое-то интригующее. Для меня даже как-то интереснее, чем нынешнее. Ну, «Хозяин-барин» пишет Светлана Коваленко, к примеру. Кто-то еще тут на этот счет отписался. По-моему, прикольное название было. Ну, ребят, давайте так. Действительно, «Хозяин-барин». Музыканты решили, что они должны называться теперь так. Значит, они теперь будут называться так. А нам нужно к этому просто привыкать и относиться совершенно естественно. Раз так, значит так. Люди даже имена меняют в паспортах. И ничего же. Есть у них на это какие-то основания, правда? А раз есть это основание, значит, это основание нужно уважать. 46-47 – это короткий номер для СМС. К вашу сначала свои, пробельщик, а дальше уже все, что хотели бы написать. Это и вопросы, и эмоции, и все, что хотите этим делитесь, пожалуйста. Вот теперь можно, наверное, и рыбку спеть. Теперь это будут совсем новые песни. Ну, может быть, та, о которой я сказал, на этом альбоме существующая, вы еще и потом как-нибудь по программе сегодня споете тоже. Народ-то должен еще, может быть, одну вещь узнать, потому что она в ротации давно, а под другим, правда, именем. Поехали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Я маленькая рыбка, Мне снятся сны пруды Сны озера, Сны моря, Сны океаны Вижу я И если во всем мире Закончится вода Пресная морская талая И будет засуха навсегда То только рыбьи, грезы, воды Спасут всех от беды Спасут всех от большой беды Только рыбьи, грезы, воды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулул Субтитры создавал DimaTorzok Я маленькая рыбка, Я живу в стакане воды. Я маленькая рыбка, Мне снятся сны пруды. Сны озера, сны моря, Сны океаны. Субтитры создавал DimaTorzok Красиво, черт возьми. Красиво. Спасибо. Красиво. А что за такой ассоциативный ряд маленькой рыбки в стакане воды? Это собственное ощущение у тебя? Или это что-то навеяло? Я уж не знаю, какие могут быть связи. Как-то трудно даже вспомнить и объяснить, что навеяло. Родился почему-то этот образ. Маленькой рыбки в стакане. Родился образ маленькой рыбки в стакане воды. И дальше пошло, пошло и пошло. И я даже сама не знаю, что это такое, если честно. То есть ты сама себе на этот вопрос так и не отвечала. Почему, откуда? Ну, обычно же как? Творческий человек, особенно творец, пишущий тексты, ну или стихи, тем паче, тексты для песен. Я уж не знаю, как ты все-таки ассоциируешь свои... У тебя что, у тебя стихи или тексты? Тексты. Тексты. Ну, то есть это тоже как-то разница между стихами и текстами. Да, естественно. Ну, что очень многие говорят, что стихи – это одно, а тексты – это другое и так далее. Вот. Они же как-то на пустом месте не возникают. В любом случае какие-то эмоции, ассоциации, они так и так должны быть. И вдруг вот маленькая рыбка. Почему? Я не знаю. Спасибо большое. Очень объемный ответ. Ну, значит, кажется, рыбка уже где-то была, а может быть, я и путаю, что там мне такое помнится, пишет Юлия Усова. Ну, может быть, мы здесь и играли. А, играли? Да. Под другим названием? Нет, ну, под названием «Чужистный». Да, да, вот, я же говорю, под тем названием. Мы же у вас были, я помню, один раз и на «Маяке» были, за старой еще программой. Были, были. И уже, когда собирали денежку на альбом, были... Были. Говори, нормально. На известном всем нам радио. На нашем радио, да. На нашем радио, да. И, возможно, да, мы играли, наверное, эти песни. Ну, вот, видишь, как помнят вашу музыку-то. Люди узнают эти песни. Здорово. Хотя сколько, да, сколько времени назад это было. И, кстати, рыбки-то нет в ротации, если я не ошибаюсь. По-моему, нет. Значит, ее помнят еще и с той программой. Удивительная вещь. Это очень круто. Это говорит о том, что музыка цепляет. А что такое, на самом деле, рыбка умиротворяющая, пишет Михаил Якушев. Ну, такой вот песня «Рыбка», в кавычках, умиротворяющая. Что касаемо написания самих по себе текстов и песен. Ты точно знаешь, или вы все вместе, когда собираетесь, например, играть, что это будет, ну, не знаю, хит или не хит, или вы не делите, или не ставите таких себе целей написать хит? Вот просто родилась песня, родилась, какая есть, такая есть. Наверное, не ставим. Я, честно говоря, даже столкнулась с тем, что мое понимание хита, оно как-то не всегда и чаще всего не всегда совпадает с общепринятым пониманием людей, не музыкантов, или даже музыкантов, и людей, которые занимаются написаниями хитов. Ну, обычно, знаешь, хитом называется что? Что можно сразу спеть. Да, что-то такое. Когда человек услышал песню, да, и тут же он эту мелодию может себе напеть, намурлыкать, может быть, каким-то образом даже и запоминает легко. Вот это типа хит. Ну, в моем понимании тоже это не совсем так, но, тем не менее, уже прижилось, что вот именно такая песня, которую легко потом сыграть под гитару, на лавочке, почему весь так называемый русский рок, это вот типа хиты? Да потому что три аккорда там, в общем, особо-то мудрить не надо. Сел, набрянкал, и все все поняли. Музыка более сложная, она, в общем, требует несколько иного подхода, поэтому вот если можно ее напеть сразу, тогда типа хит. Вот так вроде бы говорят. Да, 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 да. Ну, так и говорят. Но я не знаю, я пока еще, наверное, не написала свой хит. И более того... То есть ты не можешь подпеть свою песню такую? Я могу, но другие... Нет, ну, это же надо поставить задачу, написать хит, да, чтобы был там определенный темп, определенный ритм такой танцевальный, да, какие-то слова повторяющиеся, интонации. Вот, то есть это же тоже что-то искусственно уже сделанное, наверное, ну, как мне кажется. Но я пока еще этим не занималась. То есть я так думаю, что мне, наверное, стоит это сделать и написать какой-то хит. Но пока что мне как-то лениво вот это делать. Пока ты делаешь то, что тебе нравится. Да, я делаю то, что мне нравится. Это слишком критично. По мне так все хиты. По мне так тоже. Да, я тоже заметил, что для меня вот у нас вообще хит за хитом идет. Я понимаю, что другие это не могут напить, но так как я вот вращаюсь в этой кухне, я постоянно, я в метро еду, у меня это крутится, музыка, я ее напеваю. Да, я вот тоже считаю, что у нас на альбоме 12 хитов. Я очень довольна этими песнями и этой работой. Вот без ложной скромности, хочу вам сказать. Ну, а кто-то, кто-то, к тебе тоже не спорит, на самом деле. Даже сопротивляться не буду, абсолютно однозначно все песни прекрасны. Просто почему я об этом заговорил, потому что очень часто сталкиваться, приходится с таким странным подходом, да, когда музыканты, вот вчерашняя группа, например, да, постоянно вспоминаю об этом, они поют песни, и вдруг я замечаю среди этих песен одну, ну, явно, очевидно, которая стрельнет. Ну, это слышно и понятно, вот мне лично на мой слух ложится. Я им об этом говорю, они говорят, правда? Я говорю, правда. Потому что она какая-то же такая вот, как бы, вот именно она-то и стрельнет. Я вспоминаю периодически историю с Машей Макаровой, та, что Маша и Медведя. Да, помните эту Любочку-то? Да. Это же песня была, которая Макаровой поперек горла была. Она ее терпеть не может. Ну, она гораздо более серьезный человек, гораздо более глубокий, и гораздо более глубокие песни делает. Но тогдашний ее продюсер Нестеров сказал, вот с этой песни надо начать. И все, и песня рубанула, и действительно, эту Любочку, мне кажется, до сих пор напевают люди, если я сейчас скажу, Любочка, все, Любочка, да. Человек тут же начинает вспоминать эту песню, хотя, в общем-то, ей лет тоже сколько. И она уже давно, в общем-то, старается и не употреблять. Так только на концертах, может быть, ради того, чтобы поддержать свою аудиторию. Так что, кто знает, не всегда музыканты, к сожалению, сами слышат ту песню, которая четко, однозначно за них все скажет. И эта песня станет их очевидным и первым, может быть, главным, или не первым, главным хитом. А твой подход мне сильно нравится, потому что в любом случае, когда, как ты сказала, надо как-то специальные ритмы, там, припевы, повторяющие слова, это же получается, ты сама себя мучить будешь. Как у тебя песни рождаются? Ночью вот во сне приходят или там за завтраком, например? А во сне тоже бывало, да. Ладно, я ж пошутить хотел. Как во сне может прийти песня? Ну, приходит. То есть ты просыпаешься, уже готова? Да, она звучит в голове. Я даже, я помню, я однажды проснулась, я записала, и мелодию на диктофон записала. Только вот я, к сожалению, не помню, какая это песня была. Вот так? Да, ну вот было такое. Один раз, наверное. Тебе не лениво вот так, среди ночи встать и начать? Нет, мне было тогда не лениво, да. Я там встала и записала. Ой, как часто я слышал истории, когда человек ложился спать, начал засыпать, мне такая классная тема пришла. Думаю, ладно, утром запишу, утром проснулся и забыл. То есть надо себя подкидывать, я так понимаю, в этот момент обязательно записывать, да? Да. И песня теперь вот та, которую ты ночью во сне написала, она уже у тебя встала. Да, но только надо вспомнить, какая вот, к сожалению. А это важно? Да не важно. Вообще да. Написано и написано. Песня спета и замечательна. Так, значит, Юлиусова пишет, вот что, большое сообщение такое. Когда-то понравились на нашем радио, предпоследний эфир был в той жизни программы. Ух, как все помнят это люди. Черные птицы тогда запомнились. Но на вышедшем позднее сингле они звучали прозрачнее и глубже. Имхо. Вот она пишет свое мнение. Летом минувшем посчастливились побывать на концерте. Самые теплые воспоминания остались. Кажется, даже родной знакомый клуб на тот вечер превратился в совсем другое сказочное место. И сложно было представить, что в нем происходят такие вот самые металюжные выступления в этом клубе обычно. И две чудесные девочки с букетами для музыкантов были тоже сказочные. Новый альбом успела послушать пока всего пару раз. Пока всего пару раз. Очень понравился «Горячий снег» и «Рыжий фанк». «Горячий» больше понравился, чем «Ясень». И еще тем, что он морской немножко. Вот, мне кажется, что вы привезли сегодня какое-то количество дисков, да? Да, да, да. Вот, может быть, сразу Юле подарим? Хотя она уже, конечно, дважды его послушала, но с автографами-то у нее явно нету. Да, конечно, давайте подарим. Я думаю, что было бы правильно это сделать. Обязательно. А Юля из Архангельска вообще-то? А мы знаем. Я не об этом. Я о том, что она на концерты приезжать способна куда угодно. Это человек подвижник, на мой взгляд, хорошей музыки и очень ценный слушатель радиостанции. Значит, надо будет сегодня не забыть ей подписать альбомчик, так чтобы уж вручили мы его как-то красиво и с автографами. Я думаю, Юля, это будет приятно. Юля, напишите, пожалуйста, приятно вам это будет или нет. Если нет, то мы этого делать не станем. Давайте дальше петь, ребята. Давайте мы сыграем «Горячий снег». Ну, раз уж заговорили об этом, да? Напомню, сегодня... На злобу дня. На злобу. Ха, это правда. В Москве так точно. «Сны моря» так называется коллектив, который раньше назывался группой... Ну, если только человек подключился, может, не очень в курсе. Группа называлась «Чужие сны». Теперь они называются «Сны моря». Программа у них изменилась, хотя в их репертуаре остались еще и те песни, которые вы хорошо знаете. Завтра у них концерт с точки сборки. Восемь часов вечера. Но мы об этом еще поговорим. А теперь, как всегда, в программе «Живый исключительно живой звук». Поехали. Холодный душ Лучше тёплый дождь Тёплый дождь Лучше горячий снег Да, горячий снег Горячий, как песок, как лето Как ты, когда лежишь с температурой Горячий, как чья-то беспечно далекая жизнь Ах, как приятно было бы в чём есть В сугроб горячий с головой залезть Ах... Ах... Горячий снег Попробуй Горячий снег Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Горячий снег летит во мне 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 Горячий снег летит 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 во мне Горячий снег летит во мне Горячий снег as a хувей, но на снег он мало похож, но тем не менее. А что такое горячий снег? Это когда на душе любовь и гармония. И радость. То есть, когда горячо и мокро. Вот это и есть горячий снег. Ну, получается, горячо и мокро, потому что снег, он тает, когда горячий. Соответственно, вот это состояние тепла, состояние нежности, состояние внутренней влаги. Я в хорошем смысле. Да, да. Что так сразу покосилистыми? Хорошо. Хорошо принимается. С 4647 это короткий номер для СМС. К вашу сначала свои, пробельщик, а дальше уже все, что хотели бы сказать. Масса вопросов могут у вас возникать. Пишите, пожалуйста. Группу ВКонтакте тоже я периодически почитываю. Смотрим, чего народ тут пихит. Это когда два-три слова повторяются двадцать раз, пишет Дмитрий Венчиков. Ну, вот вам рецепт. Медитация. Вот вам рецепт. Два-три слова повторяются двадцать раз. Хари Рама, Хари Кришна. Самая хитовая песня в таком случае вообще, в принципе, в жизни. Вот. А самая песня, которая более всего обогатила авторов, это гимн страны. Да, потому что она исполняется везде, всюду, многожды, многожды. В общем, надо повезти на нашу, чтобы повезло. Либо написать какую-нибудь мантру, которую бы пели все вокруг, потому что легко запоминается. Либо написать гимн своей страны. И тогда ты обеспеченный человек на всю жизнь. И неважно. Знаешь, как в том анекдоте, когда встречаются два выпускника консерватории, причем такие хорошие были выпускники. А, знаешь, да? Знаю. Да, я по малым формам. Мелодию для телефона, по-моему, да, написал? Ну, там, там другое. М-м-м, да-нон. А, да-нон. Да-да-да. Когда один пишет уже шестую симфонию, все еще на Жигулях катается, а другой ввести себя на Роллс-Ройсах, да. Так я по малым формам. Это как? М-м-м, да-нон. От этого вполне достаточно для того, чтобы жить. А вот что касается вот этих двух аспектов творчества и, ну, скажем так, меркантильный интерес. Понятное дело, дело, что любой человек, занимающийся чем-то, даже если это любимое дело, даже если это творческий процесс, это какая-то работа. Ну, в любом случае, этому отдаешь огромное количество времени, если не все время. Вот мы отдаем, например, все время тому, чем мы занимаемся. Если я не здесь, не в студии, так я так и так дома у компьютера по-любому занимаюсь всем тем же, по сути дела, не выползая. Поэтому человек на этом должен что-то, ну, хоть как-то, да, хоть на еду. Хоть на еду. Главное, не перебарщивать с интересами, потому как, действительно, если уж где-то, может быть, человек однажды, дважды написал что-нибудь удачное, как тут вот 20 раз слово должно повторяться, и это вдруг заметили и зацепили, дальше он попытается сделать то же самое, если специально, вряд ли получится. Так вот, как жить? На что жить приходится? Есть у каждого основная работа. Давайте делитесь. Которая приносит на еду. Хорошо, но просто... Я преподаватель флейты. Вот, ну ты с музыкой все-таки связана по-любому. Так и так. Так и так, Саш. Я ремонтирую различную технику. Хорошая профессия. Очень интересно. Ну, а какую технику конкретно? Телевизоры, холодильники? Швейные промышленности. Швейные промышленности. Швейные машинки? Ну, не только. А что там еще в швейной промышленности? Там же много, и причем там одни женщины, поэтому... Да, там ремонтировать особенно интересно, я понимаю. Я о другом за это не плаваю. Хотя, как сказать? Ну, хорошо, я понял теперь. Теперь нам надо бы... Подтяните микрофончик, чтобы он не глюкнул. Вот, Николай. Да, у меня студия звукозаписи есть. Ну, единственный нормальный чай в коллективе. Так это же деньги? Ну, все достаточно относительно. Ну, альбом это пишется где? Вот этот альбом где записан? Ну, этот альбом... Не здесь. Не у меня. Да, не у Коли. А почему? Еще это до знакомства с Колей. Коля совсем недавно у нас в группе, буквально... Так почему вы об этом-то не сказали? Месяц, полтора, да. Я смотрю и понимаю, что я, в общем, Коли-то не знаю. Вот, а мне неловко спросить, на самом деле. Да, это у нас совершенно новый человек. Так. Вот с ноября, по-моему, у нас начались репетиции. И встретились мы как раз на Колиной студии, но на концерте. Там на Колиной студии, которая называется «Слон до неба». Как? «Слон до неба». «Слон до неба». Студия так называется «Слон до неба»? Да. Обалдеть. Нет, я помню, что есть очень разные интересные названия. В свое время еще в те самые махровые 90-е была студия, извините, жопа Бегемота Рекордс. Называлась шикарная студия. Писались панки исключительно. И группа ХЗ в том числе писалась именно там. Ну, понятно, что по названию. А «Слон до неба», с чем связано такое название неожиданное? Ну, если визуально посмотреть на название. На слона снизу? Не на слона, на название. То там есть хитрость некоторая. Она иногда навидится. С Лондона? Сейчас, написайте визуально. Мы не поняли. Вот даже ребят не поняли. Да, мы не знаем. А я понял. А ты понял? В Лондон. В общем, есть такая история, да. Там с Лондоном связано. Эк, как повернул-то все. Так. История связана с Лондоном или с небом? И с Лондоном, и с небом, и со слоном, и с музыкой. Ну, это не секретная история? Все вместе. Нет. Ну, расскажи, пожалуйста. То есть первое базирование студии было в доме. Это Петербург, Горохово-1. Исторически там находился трактир «Лондон». Ну, и друзья мне говорят, назови студию «Лондон». И всем понравилось название. Пусть будет «Лондон». Пусть будет «Лондон». Запись в Лондоне там. Причем все хорошо. У нас все круто, да, да. Не выписались в Лондоне, а… Да, а потом вдруг я решил посмотреть все-таки там, если вдруг чего-то. Есть ли еще такая студия? Оказалось, что действительно «Лондон Рекордс» в том самом Лондоне находится. Но я говорю, надо же менять это название. Мне говорят, не, не надо менять, то есть оставь. Ну, в итоге я решил, что Лондон надо оставить. Но как-то его так вот спрятать-запрятать в какой-то другой образ. Ну, в общем, так и появился «Лондон». Слон до неба. Слушай, ну, оригинальный ход на самом деле. Ну, раньше можно было сказать, где писались в Лондоне, теперь где писались в «Слоне». Ну, сейчас так и говорят, да. Это сайт «Лондон Рекордс» в «Слон», да. В «Слоне». Собственно, это теперь вызывает, наверное, не меньше интереса. Потому что, вот как у меня, например, почему, откуда. Откуда сделалось такое название забавное и необычное. Круто, круто. Ясно теперь. Ну, спрашивать Когтева, чем он занимается, я не буду. По-моему, очевидно. Единственное, чем занимается коллектив, правильно? И не один. Ну? Или одним. Ну, я веб-программист вообще. То есть, зарабатываю я веб-программируем. Все-таки ты тоже работаешь, да? Да, конечно. Я думал, хоть один человек зарабатывает на вас. О, о. 46-47. Смешно. Я узнал, что это удачная шутка. 46-47 – это короткий номер для смс ваших. Ну, и, понятное дело, для ваших сообщений. Сначала пишите свои, пробельчик ставите. А затем уже все, что хотели бы сказать. И вопросы можете задавать, естественно. Надо напомнить еще раз про концерт. Это важная информация. Давай-ка, пожалуйста. Да. Завтра. 14 января. 14 января. Концерт группы «Сны моря». Презентация альбома в клубе «Точка сборки». Начало в 20.00. Ждем всех. Вот теперь пройдем. А я еще добавлю, что у нас еще все-таки будет выступление в Петербурге в субботу, 16 января. Ну, сет. На день рождения басиста нашей дружественной группы. Тени на почте. Пускай. В Невском 24. Да. А, у Круглова. Да, да, да. Никита Круглова. Замечательно. Арт-салон в Невском 24. Наши друзья очень близкие, собственно, наши партнеры. Никита Круглов чудный совершенно с его программой. Свои адреса по понедельникам на своем. Вот упомянем, заодно и порекламируем программу, естественно, в пять вечера. Можете слышать каждый понедельник. Это тот сам Никита Круглов, который являлся арт-директором этого салона. Теперь он пошел на повышение. Там какие-то перестановки случились. Да, он теперь уже гораздо более высокий чин занимает. Он говорил мне, но я не запомнил пока. Я теперь пока не запомню теперь, как он там, кто он там внутри. Но, тем не менее, местечко замечательное. И там, кстати, очень уютно. Там чудный лифт в этом доме. Обклеенный изнутри совершенно роскошными обоями с текстами. И Пушкин там тебе, и все, что хочешь. И самое интересное, что в нем никто, как минимум тогда, когда мы это видели, не позволил себе испохабить эти стенки ни ручкой, ни краской, ничем. Что за люди живут в этом подъезде? Исключительно, видимо, люди образованные, интеллигентные. И сам по себе арт-салон находится на каком, на шестом этаже? Да, по-моему, на шестом. На шестом этаже жилого дома. Очень хорошее место, чудное совершенно. Ну, в общем, что описывать? Те, кто живет в Питере, я уверен, знают это замечательное местечко. Шестнадцатого во сколько? Тоже в восемь. Нет, там начало в шесть. А, в шесть, да. Начало в шесть. Начало концерта. Вот. Ну, тебя туда... А москвичам тоже вот там был замечательный вопрос, там что, вот куда? К там москвичам хорошее место съездить. Сапсан и четыре часа. Абсолютно, да, абсолютно. Вот тут, кстати, упрек небольшой в твой адрес от Александры Павловой. Кошка Сашка, которая. Да. Да ладно, пишет она. Когтев знаменит еще и тем, что пишет полезные всякие скриптики для музыкантов. А, ну, все. Нужна удобная таблица результатов голосования на Инсула или Инсула. Как правильно? Инсула. Инсула. Платилка для своих, например, вот эта вот история. Пожалуйста. И она делает даже ссылочку туда. Так что не прибедняйся, пожалуйста. И не преуменьшай. Не преуменьшай. Я люблю делать работу, которая мне нравится. Почему нет? Я вообще люблю работать работу. Мне вот это словосочетание дико нравится. Я люблю работать работу. Давайте петь дальше. Что это будет? Давайте сыграем песню «Река». Река. Ну, пусть будет «Река». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Сны моря». Не путайте ударение, пожалуйста. Название пишется через дефис. По правилам русского языка, мне кажется, легко догадаться, что ударение ставится на букву «Я». Погнали? Погнали? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 чувствую, что прибалдею, пишет Максим Васильев. Я не знаю, какую посылку должен был получить сегодня. И, собственно говоря, почему это сообщение должно было быть зачитано, почему оно должно было написано, не знаю. Надо сказать спасибо тому человеку, который, в общем, делает нам всем хорошо сегодня. Это Сергей Дебальский, звукорежиссер программы «Живые». Тот звук, который вы слышали. Заметьте, единственный человек в студии обычно, которому аплодируют так жарко, это звукорежиссер. Вот заметьте, пожалуйста. Это действительно так. Но есть чему, потому что звучит все, ну, как обычно, красиво и качественно. Чего не так? Что-то Юля чем-то не согласна. А, в том смысле, что, ну да, ну, ладно, это внутренние, это внутренние разговоры, это как-то в эфиры идти не должно. 46-47, короткий номер для СМС. Сначала свои, пробейте, а дальше все же хотели бы сказать. Ну, может быть, какие-то вопросы у вас возникнут. Давайте, задавайте, пожалуйста, или эмоциями делитесь. Вот теперь мне что интересно. С одной стороны, я понимаю прекрасно, что музыка ваша цеплюча, она такая добрая, она светлая, она чистая, с удивительными образами, с удивительными метафорами, которые, бог знает, откуда берутся эти метафоры. С другой стороны, я точно так же понимаю, что вот смена названия, как корабль назовешь, так он и поплывет, да? Чужие сны, я возвращаюсь к теме старого названия коллектива, к которому мы привыкли, группа-то вообще 96-го года, если я не ошибаюсь, существует, да? Да, то есть за... Страшно сказать, за сколько лет. Страшно. Страшно сказать. Но, тем не менее, решились на этот шаг и поменяли название. Вот как бывает обычно, как корабль назовешь, так он и поплывет. И с этим, в общем, наверное, спорить вот я лично не буду, потому что и в моей жизни был подобный опыт смены, да? В некотором смысле имя, там, рабочий псевдоним, там, и так далее. Так вот, очень многое поменялось. Неожиданно для меня, когда вдруг стали все привыкать, и я сам, к тому имени, которым я зовусь уже почти четверть века. И так случалось со многими людьми. И так случалось со многими коллективами в том числе. Есть такая группа, была такая группа «Мертвые дельфины», теперь это группа «Дельфины», без первого слова «Мертвые». Потому что там было по поводу чего, собственно, переживать, когда сначала погибает барабанщик, потом погибает гитарист, и от саламов вокалист. Понимает, что тут вообще что-то творится, либо надо завязывать с творчеством. Потом он понял, в чем дело, он убрал вот этот префикс «Мертвые», и группа стала теперь называться «Дельфины». И слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, все сейчас идет вполне себе хорошо, и замечательно работает коллектив, пишет новые песни и собирает аудиторию свою. Так вот, теперь мне стало, в минуточку буквально надо уложиться, потому что нам сейчас надо будет выйти на паузу, после чего вернемся в студию еще на час. Чего вы теперь ждете? Ну, я понимаю, возможно, может быть, я сейчас, может быть, ошибаюсь, но, может быть, с одной стороны, группа с таким же названием, с другой стороны, новая программа, а еще, может быть, аспектом, одним из аспектов явилась, ну, может быть, непруха какая-то, да, хотелось бы большего. Вот, может быть, от нового названия ждете чего-то большего. Чего ждете? Расширение аудитории и успехов, бешеных успехов. Неожиданный ответ сейчас был. Вот просто неожиданный ответ. Никак не ожидал, что... Каждый мечтает о признании. Дай Бог, чтобы так и было, мы за это только и ратуем. На самом деле мы прерываемся ненадолго, после этой самой паузы, в которой надо так и с нами проветриться немножечко, мы вернемся в студию еще целый час впереди. Здесь сегодня группа «Сны моря». Запоминайте, пожалуйста, правильное название. «Сны моря» — так называется коллектив, который раньше звался «Чужими снами», теперь это «Сны моря». Музыка у них от того, что не поменяли название, хуже не стала. Более того, новый альбом они презентуют сегодня свой. Замечательнейший альбом под названием «Горячей». В этом альбоме 12 треков, 12 хитов. Это не я сказал, я только подтверждаю. Действительно так. Пауза была долгой, поэтому надо спеть. Давайте-ка мы это и воспроизведем. Как всегда, живой звук в программе живые. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Я ученик, я свидетель творения Я наблюдаю чудо рожденья дня Каждое утро солнце встает для меня Каждое утро птицы поют для меня Падает дождь, расцветают цветы В этом сценарии есть я и ты Субтитры подогнал «Симон» Я пассажир и участник движения Нету ни карты, ни компаса, только мечты Я покупаю вино и дырявый сыр Я смотрю через дырочку сыра на мир Что подарит завтра мне Что подаришь завтра ты мне Субтитры подогнал «Симон» 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 Ты бы смогла? Я думаю, да. Мне это очень интересно было бы сделать. Но это совсем другой подход. Абсолютно другой. Это непривычно, видимо, и, наверное, нестандартно для тебя. А что за фильм мог бы быть, к которому ты могла бы с удовольствием написать саундтреки? Что это должно было быть? Кто режиссер? Фелине не предлагать. Почему? Нет, я шучу, конечно. Я не знаю. Мне кажется, это могла бы быть, наверное, любая картина. Ну, любая, любая. Про войну? Да, и про войну. Или про зомби? Ну, как любая, вряд ли. Вряд ли, мне кажется, вряд ли это мог. Качественная. Вряд ли такая музыка под любой фильм подойдет. У вас музыка, она сама по себе как киношка. Слушаешь и понимаешь, что видишь картинки яркие, интересные. Ты забыл про историю с Рязанской киностудией. Они у нас для юношеских работ берут просто треки. А в Рязани есть киностудия? В Рязани, да, и киностудия. Серьезно? Так и называется. Век живет. Да, у нас плотное сотрудничество с этой киностудией. Они завтра будут снимать наш концерт, кстати, в точке сборки. А что они вообще снимают, кроме ваших концертов? Кроме наших концертов. Кроме короткометражные, они фильмы различные, да, такие снимают. Крометражки, да, участвуют в конкурсах. Там как обучение молодежи, я не знаю, что их как-то назвать. Ну, это студия вместе с тем обучающая точка, скажем так. Да, да. Вот я не знал, никогда об этом не знал. Раньше не слышал даже о том, что в Рязани что-то есть подобное. Вообще круто, на самом деле, здорово, когда подобные вещи. Раньше же как было? Киностудии в советское время. Это Москва, это Санкт-Петербург, это Одесса. Да, где еще были киностудии? Довженко это где? Киностудия Довженко это где? Я забыл. Ну, это Украина, какой город, не помню, в каком городе она находится, это киностудия. Одесская киностудия, этот кораблик, который, да, ну, понятное дело, московские все, там киностудия Горькова, и так далее. Петербург и студия Довженко. Ну, правда, я не хочу никого обидеть, не хочу никого обидеть, но в те годы ходила очень такая трогательная присказка. Есть фильмы очень хорошие, есть фильмы хорошие, есть плохие, а есть фильмы киностудии Довженко. Так, опять-таки, не хочу никого обижать, но была такая присказка. Так, читаем, что пишут. Напишу все-таки, Андрей Архипов, про камин и Глинтвейн я уже писал, а я пропустил. То есть музыка, располагающая к тому, чтобы сидеть, да, около камина с Глинтвейном. Но с такой музыкой горы проблем и траблов уходят на задний план, остается только светлое будущее. То будущее, где нет проблем и траблов. То самое будущее, где цветы, теплое солнышко и решение всех проблем. Для меня как будто бы в рай на экскурсию привезли. Здорово. Очень, да, мелодично и комфортно. Браво. И низкий вам поклон. Ну вот нормально? Экскурсия в район. Сейчас мне Дебальский показывает киностудию Довженко. Ну ты мне лучше напиши, я же не могу все сразу прочитать. Государственная студия в сильнейшем, да, украинской киностудии располагается... Киев. Киев, улица Победы, 44. Да, киностудия Довженко в Киеве. Вот вспомнил, подсказал мне. Погуглил. Дебальский погуглил. Молодец. Спасибо тебе большое за поддержку. Вот. Смотри, какая штука-то интересная. Почему я спросил про кино? Не случайно, потому как каждая песня, особенно вот в тех местах, где нет текста, где не нужно слушать и вслушиваться в смыслы, когда я слушаю только, вот я лично о себе, слушаю замечательные клавиши, барабаны, бас, рисуются свои собственные картинки. Это такой случай, не так часто это бывает на самом деле, когда музыка вызывает картинки в голове и в сознании, причем картинки исключительно светлые. Это какие-то солнечные, не знаю, почему-то пляжи мне нарисовали все в моем сознании, какие-то люди, у которых счастье на лице и нет проблем, вот реально, они какие-то такие счастливые и неожиданные эти люди. Причем они ничем особо не занимаются, они просто живут. Эти люди в том мире, в котором они сами себе, собственно говоря, и напридумывали, может быть, несколько фантазийный мир. Поэтому-то и любопытно, как такое рождается. Это же сознательно не придумаешь, так, чтобы под музыку можно было бы и самостоятельную картинку наложить. Поэтому мне кажется очень важным тот момент, что вас могли бы вполне себе серьезно использовать, как более того. Я думаю, что киностудия могла бы сделать другой шаг, гораздо более радикальный. Попросить бы вас написать саундтрек, а потом по этому саундтреку уже снять фильм. Вот это, мне кажется, было бы еще круче. Подскажите, кстати, эту историю Рязанской киностудии. Мне кажется, могла бы получиться очень хорошая учебная работа для тех студентов, которые там находятся. Ну да. Чтобы снять кино, не наоборот, пойти обратным путем, снять кино по песням, вот по той музыке, которая у вас есть. Кстати, на этом диске, надо еще раз напомнить, сегодня группа «Новый коллектив». Сколько существует это название? Сентября. Сентября. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Полгода. Вот полгода группе «Сны моря», но группа «Чужие сны» существует с 96-го. Вот и считайте, сколько лет. Да, «Горячей» называется этот альбом. Его презентовать будут, ребята, завтра в точке сборки в 8 часов вечера, 16 на несколько 24. Тоже примерно, да, где-то часов в 8. Сегодня презентуем его здесь, в программе «Живые» на своем. Спасибо вам за это, кстати, огромное. Этот диск был записан, ну, я имею в виду, произведен при помощи акционеров «Планеты.ру». Вот это тоже еще один момент, очень важный, показательный, как работает краудфайдинг. Не было бы краудфайдинга, возможно, не было бы этого диска. Это тоже очень важное дополнение. Давайте пей дальше. Давайте, раз уж речь пошла о кино, давайте песню «Скучаю» сыграем. Мне кажется, она вот самая кинематографичная. Хорошо, с удовольствием. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня «Сны моря» из Санкт-Петербурга. Поехали. Санкт-Петербурга. Я скучаю, странный сюжет для этого времени года. Я скучаю, что ж это моя собачья порода. Я скучаю, скулит и болит во мне, рвется во тьму, нежность ненужная никому. Я скучаю, постигаю законы пространства и времени снова. Извинит в пустоте и бежит с лицом музыкой слова. Так рождается в муках, подчиняясь ему, песня ненужная никому. Так, перезрелая ягода клонит ветвь, Так молоко тикатит материнскую плоть, Так иногда тянет прыгнуть с большой высоты. И не страшно лететь, Ведь восторг превышает страх пустоты. Я скучаю, все чаще и дольше, все глубже и глуше. Скучаю, все жду, все мечтаю, живу, неуклюже. И не теряю последнюю толику здравого смысла. И каждый мой день начинается с мысли, Что я скучаю. Слушай, а и правда кинематографична. А и правда, и сразу узнаются какие-то, Ну, не то чтобы это в копейку, Узнаются какие-то образы, Которые кажутся уже давным-давно знакомы, Еще из советского кинематографа. Я тут недавно, уж не знаю, В тему уже заговорили о кино. Фильм, который мы каждый год, Многие годы, на самый новый год, Каждый год смотрим. То по центральным каналам, То его переносят на какие-то второстепенные каналы. Все понимаете прекрасно, о каком фильме идет речь. Сколько лет и сколько раз лично я его видел, Но ни разу не обращал внимания на описку, Которая там в самом начале в тексте есть. Вот я сейчас забрасываю этого ежика. Если вы об этом не знаете, То обязательно найдите на ютубе где-нибудь, И вы потом найдете. А вам я могу после эфира потом показать. Удивительнейшим образом, Сколько лет смотрел, Сколько лет читал начальные титры, И фразу о том, что эта история могла произойти, Там-то, там-то и там-то. Всего одной буквы не хватает в слове. В общем, никакого смысла не меняет. Но ни разу не замечал, Что это описка, там опечатка, там есть. В общем, пусть будет интрига. Я думаю, что найдут люди тоже повеселяться. Ну, в каком-то смысле улыбнуться, может быть. Вот скучаю, я немножко не поняла. Пишет Юля. Красивая музыка, но образы какие-то мимо меня прошли. Наверное, я по-другому скучаю. Вот к разговору о скучаю. А действительно, что такое скучать? Вот, слушая песню, я тоже вдруг подумал, Если мы скучаем о ком-то, То, скорее всего, скучаем исключительно по-хорошему. Да, потому как, так или иначе, Скучать по-плохому, чему-то связанному с человеком, Было бы глупо, и, скорее всего, это будет отторжением. А скучаем мы исключительно по-хорошему. Значит, получается, что скучать человеку свойственно, Если рядом с ним есть другие люди. А если их нет? Ну, человек живет обособленно в лесу, егерь. По кому ему скучать? Это чувство вообще свойства на каждому человеку или нет? Или все-таки есть те, кто не умеет скучать, например? Я думаю, каждому. Каждый в какие-то моменты жизни скучает. По кому-то скучаешь, скажи. Ну, по маме, по папе, там, например, по близким, которые... Сейчас я скучаю по лету. А, вот так. Ты, я о людях. Нет, а вообще эта песня, она не обо мне, Она была написана моим друзьям. О друзьях скучала? Да, моей подруге, у которой был тогда... Тогда была разлука с ее любимым. И вот как-то я очень близко эту ситуацию восприняла. И я написала эту песню для нее. Для них. Так. И именно эта песня, так сказать. Да, это песня, совершенно посвященная конкретным людям. Но я не буду их называть сейчас. Ну, хорошо. Это, естественно, это лично. Они это знают, да. Но у них все нормально на сегодняшний день? Ну, можно сказать, что так, да. Вот, хорошо. Просто часто, опять же, вот я вспоминаю юность свою личную, да, когда кажется, что ты влюбился один раз и навсегда. Да, любовь, это значит все на века. И поэтому там любой час разлуки, это кажется скукодикое. Я так скучаю, я так тоскую. Проходит какое-то время, ты расстаешься человеком и думаешь, господи, прости, сколько времени я потратил зря. Ну, что это вот, с кем я находился все это время. Вот теперь новый человек поел. Вот, вот это вот уже серьезно. С возрастом только понимаешь, что такое твой человек, кто это. И, в общем, наверное, такие вот вещи, как скучаю, их осмысливаешь уже с годами, а по юности не очень. Так мне думается. Так что зрелая музыка. Зрелая. Я веду к тому, издалека веду к тому, что альбом очень зрелый. Вот этот альбом, естественно. Мне тоже так кажется. Но когда я об этом говорю другим, они говорят, наоборот, все так легко, все такое детское. Вот только что я определенным образом философично, извините за такой вот удивительный, может быть, неправильный слог, но подвело к тому, что музыка, которую сейчас мы слышим все, она стала гораздо более взрослой, что ли. Я очень рада, что вы это отметили и заметили. Мне тоже так кажется. А с кем ты сейчас разговариваешь? А что ты отметил? Спасибо большое. Вот это тот момент, который хотелось бы отметить сейчас очень важно. Давайте дальше петь. Ребятки, что это будет? Давайте. Так. Могу подсказать. Рыжий фанк не хотите? Хотим. Вот как мы сошлись-то неожиданно. Как всегда, в программе «Живые» исключительно живой звук. Сегодня здесь «Сны моря». Запоминайте, пожалуйста, это новое имя. «Чужие сны» теперь уже не работает. Ну, я имею в виду, это в названии уже не существует. Поехали. Поехали. Пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но самое-то удивительное у всей этой истории, что самая помойка обычно самая амбициозная, понимаешь? А, это да. Это бывает настолько удивительно. А их больше просто, массой давят. Массой давят. Может быть, когда приходят заявки какие-нибудь у Юли в живых, например, или мне для ротации, я слушаю и понимаю, что вот сейчас два пальца только осталось, да, и свист, как у классика. И пишешь людям отказ в вежливой форме. Нет, ребят, извините. И тут же вопрос, а почему? Ну, если вы очень хотите знать точно почему, я вам могу рассказать почему. И конкретно отвечаю человеку, почему это, на мой взгляд, плохо. И следующий же вопрос. Я знаю, какой он будет. А кто, собственно говоря, в данном случае судит? Я пишу, я? Так это же, это личное ощущение? Я говорю, конечно, личное. Вы же мне пишете. И я лично собираю музыку для ротации. Я лично вам отвечаю. На мой взгляд, это не очень хорошо. Я не пишу плохо. Не очень хорошо. И дальше развозится на два, на три часа. Если не отойти от компьютера, это можно весь вечер потратить на то, чтобы человека увещевать и объяснить. Причем очень агрессивными они бывают. Вот эта вот, та самая помойка, о которой ты говоришь. Безумно. Люди талантливые, делающие реально классную музыку, чаще всего, если даже получают отказ, по разным причинам. Бывают разные причины. Да? Он говорит, спасибо, я вас услышал. В следующий раз друг присылает что-то еще. И вот это что-то еще цепляет. Музыку талантливую в любом случае слышно. Но бывают случаи, когда я понимаю, что это сыграно хорошо и талантливо, но вряд ли это годится для тех или иных целей, да, в какой-то момент. И когда человеку об этом говоришь, в следующий раз он вдруг присылает что-то из своего творчества и говорит, о, вот это годится, вот это хорошо. Никаких разговоров, никаких, ну, скажем так, споров с реально талантливыми людьми не происходит. Обычно это уже выводы, которые мы сделали за годы существования программы. И теперь уже за годы существования радиостанции, да. Если, допустим, говорить о таланте, о таланте и о талантливости, вы на своем пути музыкальном встречали еще более талантливых людей, чем вы сами? Конечно. С подковырочкой вопрос. Нам все время везет, на самом деле, с ними даже играть. Это кого-то имеешь в виду? Ой, это многие. Я боюсь, что если мы всех не перечислим, другие обидятся. Ближе к микрофону. Если мы всех не перечислим, другие обидятся, а их очень много, на самом деле, талантливых и неизвестных людей. Ну, я вот знаю, например, замечательного человека по имени Летчик Потапов. А, да, вот Сергей Вальцов, у него, кстати, день рождения. Так. Кто, у кого не хватит билетов на Сапсан в Питер на наш концерт, могут пойти 16 января в археологию, клуб археологии на день рождения. Да, бывало, у нас живых, кстати сказать, произвел фурор здесь. Да, это я его пропихиваю. Да, я понимаю, я понимаю. Скажи, я отвлекаюсь уже от снов морей, все-таки об этом тоже хотел бы поговорить. А ты пропихивал, но каким образом ты связан с именно этим коллективом, с Летчиком? Ну, мы друзья с Сергеем. По дружбе ты это делаешь? Ну, как, мы друзья, друзья как приобретаются? Я восхищаюсь человеком, он становится мне другом. Так. Я просто не умею, как это называется, не впад... Как-то отстранен от музыкантов, то есть, если мне нравится музыкант, я с ним дружу. Ну, это, в общем, справедливо. А если бы он был плохим музыкантом, но хорошим человеком? Тоже бывает, да, но тогда бы я его не пропихивал. Окей, давайте петь дальше. Хорошо, давайте, раз речь зашла о наших друзьях талантливых, вспомним песню нашего друга Сергея Татарчука и сыграем его песню «Снова один». Философия. Как всегда, ну, ну, а о чем еще-то? Музыка философская очень, глубокая. Очень, правда, глубокая философская музыка. В альбом не вошла эта песня, к сожалению, но, возможно, войдет в следующий. «Сны моря» здесь сегодня. Поехали. Снова один, ты, как всегда, Декабрь на дворе или май, Сыпется снег, хлещет вода, И в парк ушел последний трамвай, Из липкой тьмы, вырвав тебя, Затеплятся огни фонари. Они с тобой вместе скорбят, Им как тебе жаль прожитых дней. Все позади, только еще Припомни, чем ты людям платил, Бросил любовь, друга плечом, Оставил ты в начале пути, Сжег все мосты, Ты за спиной, И этим не сказал, Набыл горд, Сбился с пути парусник твой, Заказан ему путь в родной бурд. Как много дров ты наломал, Но как бы пьеса долго не шла, Все ж у нее будет финал. Придет пора в архив сдать тело, Все в этот раз будет не так, Как ты себе всегда представлял. В мягком купе сам себе враг, Покинешь ты земной свой вокзал. Шаг! Субтитры сделал DimaTorzok Ну а вот это сейчас неожиданно было, я тебе скажу. Я что-то как-то от баса такого хода и не ожидал. Вот так. Да, нет, круто, круто. Я вдруг, если озираться, посмотрите в кончику гитары, Откуда гитара-то взялась? Нет у них в составе гитары, А это оказывается бас. На концертах это очень нравится. Я думаю, да, это, во-первых, очень неожиданным шагом является. Ну, здорово. Это, опять же, находочка. Вот, опять же, находки такие маленькие, казалось бы. Казалось бы, ну, ерунда, да? А на самом деле это так бьет сразу по глазам, по сознанию. Вот что значит талантливые люди, вот что значит люди, Ищущие, вот что значит люди, которые экспериментируют, Не стоят на месте, а ищут какие-то новые ходы. Совершенно неожиданный крутой ход, абсолютно. Сейчас вот как-то даже не знаю, слов найти не могу, правда. Но это вышибло. Бах, по-моему, даже и Дебальский глаза вылупил. Стал вдруг тоже, как я, подыскивать какие-то там, Возможно, маленьких людей, сидящих под диваном. Правда, мы их не заметили раньше до входа в студию. Еще раз напомню, «Сны моря» так называется коллектив. Раньше это группа «Чужие сны», теперь это коллектив «Сны моря». Привыкайте, пожалуйста, к этой метаморфозе. Нам тоже придется привыкать. Менять название в базе. Так что скоро появится новая группа в ротации радиостанции. Еще момент, который тоже кажется важным. Ну, понятно, что творческий процесс, он процесс бесконечный. Да, если человек творческий, если он не остановился, если он не сказал себе, ну, все, я сделал все, что мог в этой жизни, пойду заниматься другим чем-то. А продолжаю творить. Но бывают же кризисы, правда? Вот как с кризисом бороться приходится? Чем? Или не бывает? Что такое кризис? Когда песни не пишутся? Офигеть. То есть у тебя вообще не бывает такого? Ну, когда ты чувствуешь, что не прет, ну, не получается, ну, не идет ничего. Ну, возможно, зайти с другой стороны. Это с какой, например? Пойти приготовить вкусный обед, да? Ты об этом? Или ты все-таки о творческом? Нет, я о творческом процессе. Ну, у меня бывают кризисы, как у человека, может быть. А как у творца у меня, я думаю, что у меня не бывает, наверное, кризис. Ну, связано. Ну, у тебя, вот у тебя случился, как у человека, кризис. Ну, при этом творческий процесс не останавливается все равно, что ли? Я просто не очень вообще понимаю, что такое кризис. Это какая-то переоценка или... Нет, я не понимаю. Ты счастливый человек, я тебе скажу. Нет, ну, правда? У меня бывают моменты, да, когда мне грустно. Ну. Но это же не кризис. А что тогда такое кризис, по-твоему? Давай-ка в терминах разберемся. Я вот не понимаю, что такое кризис. Ну, а раз не понимаешь, так откуда ты знаешь, что у тебя его не было? А вдруг был, просто не знал, как это называется? Может, и был. Чаще всего к психологу, даже уже к психиатру приходит человек, и ему говорят, товарищ дорогой, вы в глубоком кризисе. Он говорит, да вы что, я никогда не видел, что это так проявляется. Люди иногда не знают, что это такое, что называется кризисом в принципе. Ну, кризис, тут, правда, не хочется сейчас профессиональных тезисов, никаких выдвигать и терминов. Но это, говоря общо, говоря такими формулами простыми, это когда вот остается либо шагнуть в пропасть, либо уже в петлю полезть. Настолько все обрыдло, настолько все противно, настолько ничего не радует. Действительно, кризис, человеческий кризис, творческий кризис, это одна история, а человеческий – это другая. Творческий кризис можно пережить. Действительно, можно сублимировавшись в то другое, как-то уйти от этого. А вот человеческий кризис – это та история, которую лечат. Это реально, от этого таблетки есть. Ну, депрессия это называется уже, дальнейшими терминами пошло уже туда дальше. А если у тебя этого никогда не было? Нет, ну, у меня это было, ну, как-то я себя вытаскиваю за уши. Вот, а как же я не с той стороны зашел? Как? А я ведь начал с того, как ты выходишь из кризиса. Я себя вытаскиваю за уши, говоришь ты. Каким образом? Чем? Думаю. Почему я оказалась там, где я сейчас нахожусь? Ну, находишь для себя ответ. Да нет, на самом деле, ну, как, много же людей интересных вокруг. Опять же, хорошей музыки. И ты понимаешь, что ради этого стоит жить. И есть очень много вещей, ради которых вообще стоит жить. И даже вот проснулся утром, солнце светит. Это же очень вообще здорово. Это же очень круто на самом деле. Знаешь, с возраста ты начинаешь понимать, что после фразы «проснулся утром» надо ставить точку. То есть уже хорошо. А уж там солнце светит, это следующий момент. Вокруг очень много интересного. Это вообще большое счастье, что мы живем, мне кажется. Это позитивнейшее. Ну, вот теперь я понимаю, откуда такой позитив в песне. Когда человек, в принципе, к слову «кризис» как-то относится несколько даже с опаской. Заявляет, что у него их не бывает. Теперь я понимаю, откуда такая... Ну, это приобретенное, это неврожденное. А как это можно приобрести? Это опыт? А потому что, да, в один прекрасный момент надоедает жить в грусти и гнобить себя за какие-то вещи. И хочется вообще все изменить, изменить свою реальность и жить по-другому. Многим хочется, не все могут. Вот вопрос. Я думаю, что все могут. Так подскажи тогда всем. У тебя свой путь, у кого-то другой. Ну, это невозможно подсказать. Потому что у каждого действительно какой-то свой путь. Просто надо захотеть. Я не знал, что ты так скажешь. Можно я скажу? Конечно. Мне кажется, то есть мне вот... Я когда начал слушать хорошую музыку, а это так случилось... Ну, везючий я вообще по жизни человек, попадал все время в более-более-более интересную. Более интересная музыка. Аня мне показала эту музыку, которую я просто не знал еще. То есть я не думал, что это можно слушать. Она меня заставляла слушаться. То есть ты чем больше в хорошей музыке слушаешь, ну, по мне, да, тем больше я в себе в самом понимаю, что... То есть раньше мне нравились какие-то там... Я помню 20 лет какие-то пафосные очень песни. А сейчас я понимаю, господи, как я этот пафос мог вообще переносить. Это же глупо. Детский сад. Вот. То есть тебя, если что, лечит музыка. Да. Хорошая, качественная, живая, честная. Я просто сам в себе начинаю понимать что-то. Вот это музыка. То есть постоянно идет процесс какой-то. То есть там я услышал эту группу, я такого вообще еще не слышал. А еще можно так сделать. Даже, ну, это сложно передать словами. Я не это, не писатель. Как сказать? То есть что такое текст в музыке? Это на самом деле паузы какие-то, которые вот, как это называется, мхатовская пауза внестока. Вот. Для меня это тоже как-то вот начало проявляться, что мне даже не важно, что текст, а вот именно вот эти ряды, которые... Которые ребята делают. Да. Согласен. Нет, ну почему? Это замечательный ответ, кстати. Замечательный. И во многом я вот тоже не раз говорил, что музыка, она и носит все равно в любом случае, имеет терапевтическое значение. Во многих смыслах. Иной раз от самой тяжелой, если у человека есть депрессия даже в начальной стадии, пускай так. Потому что от тяжелой депрессии я боюсь, что и музыкой не вылечит человека. Это уже к доктору. Но если вот только на зачаточной стадии вот этого дикого состояния, то хорошая музыка может оттуда вытащить. Это правда. Давайте еще играть хорошую музыку. Давайте сыграем песню, которая у вас в ротации. Так. Под именем «Чужие сны». Называется «Высоко». Вот. Я об этой песне, собственно, в самом начале-то и говорил. И вы обещали ее сегодня спеть. Теперь уже под другим названием. Она правда в ротации. Ее, правда, знают. И хорошо, что вы сейчас ее споете. Потому как, может быть, кто-то появился сейчас не так давно из аудитории. Подошел к своим радиоточкам. Теперь эти люди точно будут знать, что группа «Чужие сны» отсутствует. Теперь есть группа «Сны моря». Голоса Делают больно мне свет, делают больно мне все, 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 делают больно мне я. Делаю больно мне, а ты уже едешь в метро. Голова качается, и глаза, словно синее стекло. В них блеск нескончаемый, и царапает горло крик. Что же я наделала, и я падаю вверх. Как же это называется, когда ничего нельзя изменить? Как же это получается, когда ничего нельзя изменить? Как же это получается, когда ничего нельзя изменить? Голова качается, и глаза, словно синее стекло. В них блеск нескончаемый, и царапает горло крик. Что же я наделала, и я падаю, падаю вверх. Высоко Высоко Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фу, и ну вот, собственно, осталось что у нас всего-то 4 минуточек до конца. И сейчас-то как-то разговаривать уже, видимо, и некогда. Еще же одна песня, как минимум, есть в репертуаре. Ее нужно бы исполнить, красиво закончить эфир. А тем более, тем более. Я тогда в качестве анонса сообщу, что завтра в программе «Живые группы тут как тут» Это несколько иное звучание, несколько иная музыка, как вы понимаете. В общем, мы и так стараемся по неделе сделать все возможное, чтобы каждый день был, ну, отличным от другого. Каждый день отличный от другого. Спасибо, ребята, огромное. Еще раз напомним, что завтра в точке сборки в 8 часов вечера концерт коллектива «Сны моря». Поэтому мы ждем всех. Приходите, пожалуй, 16-го числа в Питере на Невском. В Невском, надо говорить так. В арт-салоне Невский 24. Тоже где-то в 8, я так понимаю. Концерт от презентации альбома «Горячей» коллектива «Сны моря». Спасибо за то, что были у нас. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Все, прощаемся. До завтра. Будьте здоровы. Ну и, понятное дело, финальные песни сегодня. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Делай, делай меня горячей, горячей, горячей. Горячей, горячей. Горячей, горячей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Горячей, горячей, горячей. Горица, горица Горица, горица Горица Горица